Я сейчас бегу в свои любимые винтажные магазины, потому что вот сегодня мне просто как-то до жути захотелось найти себе какие-нибудь уютные теплые свитера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Колонны, все дороги перекрыты. И меня настолько какой-то неподдельный ужас охватил. Сейчас просто одно желание добраться до дома, напиться чая. Я сейчас забежала в галерею к Ксении. Вы ее, кстати, знаете, я к ней уже в галерею приходила и помогала ей с пригласителями для вернисажа. В общем, ссылка будет где-то здесь, если вы ее вдруг еще не знаете. И, в общем, она меня попросила помочь с пригласителями и с афишами для одного вернисажа, для одной выставки, которая будет в конце февраля. Поэтому вот сейчас в субботу мы с ней будем так очень продуктивно работать и придумывать какой-нибудь интересный дизайн для афиши для пригласителя. Ну, а я сейчас поем, у нас будет перерыв. Спасибо большое. Сейчас Ксения рассказала мне про это кресло. Она искала обивку Hermès. Французы именно так произносят эту марку. И знаете, сколько стоила эта обивка? 300 евро за метр. Ну, просто качество у нее... Мне кажется, если бы я купила себе такое кресло, я бы, наверное, только на нем жила. Уже никакая кружка чая меня не спасает. Я просто до костей промерзла. Вот. На самом деле, мы уже почти закончили всю работу с афишами, с пригласителями. И сейчас мне нужно будет поехать домой. И дома меня будет ждать, не знаю, наверное, пятая кружка зеленого чая с жасмином. Потому что мне нужно что-нибудь, чтобы взбодриться. Потому что я еще совсем ничего не монтировала и не готовила на завтра. А завтра нужно будет выпускать видео. Вот. Поэтому мне сейчас нужно будет приехать дома и активно работать. То есть у меня была суббота такая прямо очень-очень насыщенная. На самом деле, я вообще люблю так свою субботу выстраивать, что я постоянно куда-то бегаю, что-то делаю. Пытаюсь всех увидеть, миллион дел переделать. Вот. На воскресенье у меня просто это святой день. Я его выделяю как раз на то, чтобы было так спокойно, уютно посидеть дома, восстановить свои силы, никуда не спешить. И я даже вообще на самом деле очень люблю просто воскресенье оставаться именно дома. Пока. Спасибо. Хорошая суббота вечера. А это лифт у Ксении дома. Глядите. Вот моя рука. Я нажимаю на red chassé. И сейчас просто главное не помереть. Потому что он просто, он безумно маленький. И сюда максимально входит всего три человека. Я просто обожаю вот в таких домах огромные парадные. Здесь, кстати, сидит консьержка. И дом Ксении находится прямо возле музея Эрсе. То есть, видите, это здание, это музея Эрсе. Очень удобно. Я прямо очень довольна, как у меня сегодня прошла суббота. Мне кажется, я успела сделать прямо вот столько дел, которые мне нужно было сделать. Во-первых, я, конечно же, нашла в своих винтажных магазинах именно то, что искала. И просто затакуются оно, что я даже не могла и лучше представить. Но, во-первых, сейчас в Париже, во Франции идет неделя скидок. То есть, это послерождественские скидки. И вообще абсолютно все магазины, не только, естественно, винтажные, организуют такие хорошие скидочные акции. В общем, в винтажных магазинах у меня ничего не получилось снять, потому что они настолько маленькие. И там даже не то, чтобы снимать вообще-то, развернуться нормально невозможно. Там нет нормальных примерочных. То есть, они вот такие чисто, знаете, парижские. И действительно я скажу, что я не буду примерять сейчас все вещи, потому что я все-таки сторонник того, что после винтажных магазинов, пусть даже они и очень хорошие, но все-таки вещи нужно прямо капитально постирать, почистить, знаете, прямо так их приспособить для жизни. Поэтому все-таки я вещи вам сейчас быстренько покажу, а примерять уже я буду их потом. Так, начну вот с этих вот просто великолепнейших казаков из натуральной стопроцентной кожи. Они, кстати, итальянские. Просто я такую модель на самом деле искала себе вообще во всех магазинах, не только в винтажных. Просто вы не поверите, какова же была моя радость, когда я увидела мой размер, просто хорошее, отличное состояние. Я их померила, поняла, что, во-первых, они подходят идеально под мою шубу, просто под все джинсы. И, конечно же, я их купила. Они стоили 150 евро раньше, на них была безумная скидка, потому что я их купила всего за 50. Как элемент гардероба вот эти казаки, вещь такая очень сложная. То есть, они не являются таким базовым элементом. Они сами по себе очень такой сильный стилистический акцент, скажем так, стилистическое пятно. То есть, их уже не со всеми штанами можно будет носить. Отлично смотрятся, да, со всеми джинсами, вообще со всей абсолютно джинсой. Но вот даже с обычными какими-то черными штанами, обычными черными штанами, они уже смотрятся немного так странновато. То есть, если, допустим, у меня в моем гардеробе есть другие казаки, такие черные, но все-таки казаки, я их могу просто с чистой стоимостью надеть за своими кожными штанами, то вот эти вот казаки, я, конечно же, я еще их буду примерять и примерять, и вообще так, чтобы до конца понять их природу, с чем они будут очень хорошо смотреться, а с чем все-таки их носить не стоит. То посмотрите на этот великолепный белый свитер. Опять же, я его не буду примерять, но заметьте его. Изумительную вязку — это стопроцентная шерсть, и более того, я повсюду сначала искала этикетку, пыталась найти все-таки, чтобы убедиться, что это шерсть, а потом ко мне подошла продавщица и сказала, что не пытайтесь найти этикетку, потому что это вещь ручной работы. То есть, представляете, ее связали вручную. Обычный локальный белый цвет. Локальный, по поводу локального просто постоянно исправляют. Сейчас скажу, что локальный цвет — это понятие в живописи, в искусствоведении. Я его очень часто использую, потому что оно, как нельзя, кстати, передает всю суть вот этого цвета, не разбавленного никакими пятнами цвета, вот в своей нормальной, как бы, базовой цветовой гамме. То есть, локальный белый цвет. Вот, что я хочу сказать про этот свитер. Вообще, он достаточно просто опять входит в мой гардероб, то есть, это достаточно такая базовая вещь, не слишком замудренная. Единственное, но я все-таки думаю, что носить я его буду преимущественно зимой, может быть, вот в самую-самую позднюю осенью. Такой вот белый, достаточно холодный цвет, все-таки он будет неплохо смотреться вот зимой. Все-таки вот весной и на холодный период лет все-таки белую такую шерсть я не вижу. Один из моих любимых свитеров, просто вначале посмотрите на его безумно приятный бежевый цвет, на вот эту вязку из замечательных косиц, на то, что он такой объемный, уютный. Я не буду сейчас им слишком трясти перед собой, перед вами. В общем, с ним такая же история. Я, значит, его беру, замечаю цвет, думаю, боже, замечательно, надо посмотреть все-таки, это шерсть, это шерсть, я уже себе не доверяю. И опять не могу найти этикетку. Подхожу уже на этот раз сама к продавцу, говорю, неужели это тоже ручная работа? Она смеется и говорит, да, вы угадали этот свитер, тоже ручная работа. Я сейчас просто жду, не дождусь того момента, когда я уже быстрее замочу все эти вещи, начну за ними ухаживать. Пойду я монтировать это видео, а потом готовить свои вещички к носке. Я вас очень крепко целую и обнимаю, и совсем скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok